Дамы и господа, в эфире Маунт-шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Добрый вечер, в эфире Маунт-шоу и я его ведущий Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт-шоу? Да, потому что нам с гор виднее. Ну что ж, дорогие мои, поехали. Сначала, как обычно, российские темы. Так сказать, короткий пересказ событий уходящей недели. Поехали. В Конституцию России предложили внести девиз страны «Rush Today». В Конституцию России предложили включить основной национальный девиз страны, который предстоит разработать. С таким предложением к сопредседателю рабочей группы о внесении поправок в документ Павлу Крашенникову обратились из общественной палаты. Ранее Крашенников рассказал о весьма любопытных предложениях, поступающих в комиссию. Например, предлагают переименовать должность главы государства на «верховный правитель», отмечал он. Также ранее патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге. Предстоятель РПЦ отметил, что большинство россиян верят в существование Бога. Он уточнил, что говорит не только о православных, но и о мусульманах, и о многих, о многих других. Закрепить в Конституции попадание россиян в рай. Ну, я как человек верующий не стал бы упоминать имя Бога в документе, который особо не работает. Так что, боже упаси от таких поправок. Странно, что никто не предложил закрепить в Конституции термин «нужно немного потерпеть». А гендиректор РЕН-ТВ еще не предложил вписать в Конституцию упоминание об инопланетянах. Так, давайте по порядку. Начнем с девиза. Вы тоже там в комментах наклацайте чего-нибудь, только шутите осторожно, а то рабочей группе может понравиться. Это точно. Денег нет, но вы держитесь. Лучший девиз, отлитый в гранит самим Димоном. Так, далее. И так сойдет шикарный девиз. Далее. Галера и раб. Цап-царап. Вставший из колен. Ни пойман, ни вор. Кто не работает, тот ест. Предлагаю еще и речевку. Кто шагает дружно в ряд, Наш ядросовский отряд. Да, вот именно девиза нашей стране и не хватало. Девиз напишут и заживем. Столько предложений уже поступило, что наша Конституция в конечном итоге рискует выглядеть примерно так. Вы еще на последней странице кроссворды и объявления замутите, и пару десятков страниц с отменными тостами, которые тоже особо не работают, кстати. И чтоб в пятерочке работало не менее трех касс. Так, теперь про верховного правителя. Да, прям как в фильме. Владимир Владимирович меняет профессию. Кто это вообще предложил? Наверное, какой-то контуженный и раненый на всю голову на колчаковских фронтах. По-моему, у них уже сдвиг по фазе. Пора вносить не поправки, а вносить к психиатру кого-то. Верховный правитель. А че не Турук Макто, а вместо Мавзолея на Красной площади посадить дерево Эйва? А просто глава государства. Чем ему не нравится? Скучно, наверное. Да и так до блеска не отполировать просто. Вот. Фильм Холоп стал самым кассовым российским фильмом в истории. Реа Новости. Холоп заработал в прокате в России и в других странах СНГ более трех миллиардов сорока четырех миллионов рублей. Сколько же налогов с одного холопа собрали, а остальным холопам надо поучиться. Жириновский, походу, скрытой рекламой фильма занимался, когда раздавал деньги, называя людей холопами. Вот и деньги свои я купил. Я ходил. Фильм хороший. Если от него многого не ждать. Ну, знаешь, в свете последних событий из мира российского кино, думаю, многого никто и не ждал. Кстати, многие пишут, что лучше посмотрят у Бэткомедина. А что, своих мозгов нет? Сами проанализировать фильм не можете? Сходите и посмотрите. Что я сам, собственно, и сделаю в кои-то веки. Вот. Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации по всем направлениям работы. Об этом заявил на совещании с кабинетом министров, сообщает ТАСС. По словам главы государства, эта работа является залогом доверия со стороны граждан. Также Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку. Считаю, что у нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку. Просто мы не имеем на это никакого права. Нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все все знают, сказал Путин. Что? Опять? Сиквел «Времени на раскачку нет» от создателей «Прорыв и яркие победы». Выражаю беспокойность, прошу отнестись к этому с пониманием, и пенсионный возраст не повысим. Актеры никакие, сюжет бездарный, но вот бюджет у фильма, как обычно, зашибись. Смотрите на всех телеэкранах нашей страны. Режиссер тот же. У него это прям слово-паразит. В следующей версии этот баг нужно обязательно пофиксить. Зато вот и с девизом определились «Времени на раскачку нет». Так и впишите. От слова «раскачка» меня уже начинает укачивать. В сети и в СМИ пишут, что темнейший повторил эту фразу 14 раз за 20 лет. И кто-то ж за этим следит. Прямо свидетели раскачки. Все требует и требует. Скоро на одиночный пикет выйдет. Бедная многострадальная раскачка. Так и не нашлось на нее времени за 20 лет. Ну а на призыв к прорыву, как обычно, скорее всего, откликнется или водопровод, или канализация. Счетная палата правительства Медведева провалила нацпроекты. Ре-новости. Счетная палата раскритиковала работу правительства Дмитрия Медведева. Ведомство Алексея Кудрина заявило об отсутствии стратегического планирования и фактически игнорировании нацпроектов. Документ опубликован на сайте ведомства. Ну провалили и провалили. Бездарно просрали блага полезных санкций. Зато без замков никто не остался. Главное, что Димон стратегически планировал каждый уровень в Angry Birds. 100-500 способов было, как завалить свиней на Айпаде. То, что правительство работало ужасно, было понятно и бесчетной палаты. В данном случае мы, народ, тоже своего рода счетная палата. Мы давно уже все проанализировали. Хоть и не получаем зарплату, как Кудрин. Это все мы и так знаем. Чего сказать-то хотели этой новостью? Тем более, что Силуанов на месте, Голикова тоже. Да и темнейший Димон облагодарил на прощание. Он не знал просто. Теперь знает. Ну тогда примерно то же самое через 4 года скажет про Мишустина. Побойся бога, какие 4 года? Через 18 лет. Дальше. Так, ладно, а хватит на сегодня с домашних новостей. Отправляемся с забугор, так сказать, забугровости, так сказать, чужие странности. Поехали. Саакашвили заявил, что Украина может расплатиться на 5 частей. Будут не просто воры, будут сепаратизм, будет реально Украина расплататься. Сказал он. Также он считает, что местные олигархи в разных частях Украины обросли деньгами и частными армиями. Эти люди никуда не уходят просто так. Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще 5 Украин. Заявил Саакашвили. О, объявился. Я думал, что он где-то лежит под штормиловкой, весь в передозе, а тут очередной бебебенефис. В бабки Вангишвили подался. Ну, этот-то великий специалист по утрате территории. Чел знает толк в разваливаниях. Мишаня, а что не нравится? Это же 5 вакансий президентов. 5 стран. Межвежья, Бульбурлюкия, Цудоцекья, Бебебия. Так со мной никто еще не говорили. Сколько еще границ можно прорвать? Работы хватит до конца жизни. 5 новых членов в НАТО и ЕС. 5 без визов. Ох, сколько теперь будет барыг. Счастье прям для бебенашки. Барыги, умноженные на 5. Только вот кому один-единственный танк достанется? Турнир проведете? Замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет безоговорочное право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой. Евросоюз кормить прекращает. В лях колхозе паника. Россия имеет безоговорочное право на получение репарации от Польши за ущерб от Судного времени. Господин Яблонский, судя по тому, как звучит ваша фамилия, у нас в России вам лучше лишний раз не напоминать о себе. Да и репарации выплачивает проигравшая страна конфликта. Я, наверное, проспал тот момент, когда Польша победила Советский Союз. Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси порвала текст речи Трампа. Это произошло во время ежегодного вращения американского лидера к Конгрессу. Копию своего послания Трамп передал Пелоси за несколько минут до начала речи. В этот момент спикер протянула президенту руку, однако она осталась непожатой. Как только Трамп закончил говорить, она взяла со стола бумаги и разорвала их. Комментируя свое поведение, Пелоси заявила, что это было вежливо с ее стороны, учитывая альтернативы. Ха-ха-ха-ха, тупая бабища. И какие же были альтернативы? Сожрать текст? Разорвать в клочья и посыпать на бошку Трампа? Она его в конце концов укокошит, как Фанни Каплан. Надо было взять Трампа за бубенчики, как в свое время Яценюка. Так было бы куда эффектнее. Он просто не заметил, что она тянет руку, это видно. Но у нее снесло пукан, и она сразу включила стерву. А, понятно. Он тупо не заметил, но это же Нэнси Матьё Пелоси, как нельзя было заметить. Не будешь сжать мне руку, пошел нахрен тогда твой текст. С таким спикером палаты представителей и Шреддер не нужен. Что еще порвать? Неси сюда, падла. Эта дама сидит там, наверное, со времен Великой Депрессии. У них там что, тоже пенсионный возраст подняли? Импичмент Трампа провалился. Сенат США, где республиканская партия обладает большинством, оправдал Дональда Трампа во время заключительного голосования по процедуре импичмента. Ну вот и заключительная часть смены правительства в России. На местах остались Шойгу, Лавров и Трамп. Когда уже заявят, что это чертовы русские, взломали Конгресс США и башку на Эсси Пелоси. Самое веселое это, знаете что? Шумеры опять не на ту лошадь поставили. Зеленский, надо было сливать Байдена, а не надеяться, что свалят Трампа. А самое обидное, знаете что? Судя по прошедшим кокусам в США, Байден, походу, вылетает из предвыборной гонки. Сусиды, это провал. Ну а обосраться, это уже входит в традицию демократов. Надо ему у себя в Вашингтоне посольство США открыть. Может тогда получится Трампа сфергнуть. А наши-то че радуются? Вон в честь провала импичмента целый пакет санкций против нас приготовили. Ну хоть в этот раз, слава богу, в Госдуме шампанское не распивали. Министр иностранных дел Эстонии Урмос Рейнсалу обвинил Россию в фальсификации истории из-за вопроса о государственной границе. Короче, все еще хотят забрать у России 5% территории. Тартусский мир действителен, а правоприемственность действует, заявил он. А вот и шпрот колхоз нарисовался после ляхов. А шо, уши мертвого осла уже съели? Так и нештатский мирный договор тоже в силе. Петр Первый вас всех купил. Так что само существование Эстонии и фальсификация истории. В Эмираты хватит попусту молоть языком, тем более, что это вам дается с трудом. Считаете территорию своей? Придите и возьмите. Че там у них вообще происходит? Эстонцы то ли стремятся, чтобы их из НАТО выгнали, так как там со спорными территориями в альянс не берут. То ли эстонцы стремятся войти в состав в России. Чертче выражайте свои мысли, а то хрен поймет, что вы хотите. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме. Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать, заявил Помпео во время закрытой встречи с украинскими дипломатами. Кинули курдов, кинем и хохлов. Мы голо Помпийчук. Помпео в миротворец. Помпиняку на геляку. Что ж теперь делать? Остается только «Коли вызывать полицию!» Так сказать, последняя эстанция. Помпео на закрытой встрече сказал то, что думает, и не рассчитывал, что это услышат чужие уши. Добро пожаловать в шумерию. Теперь и Помпео знает, что три шумерских политика – это партизанский отряд с предателем. У них просто в кастрюле не умещается информация, что такие слова нельзя выносить с закрытой встречи. На то она и закрытая. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кореневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова. «Украинское государство не готово», – заявил Кореневич. «То есть готовность пока действительно нет», – сообщил он. Он отметил, что над этим необходимо активно и тяжело работать. «Я думаю, Министерство временно оккупированных территорий и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма», – добавил он. «Ну, вы это звоните, когда приготовитесь, мы вас и не торопим. Вернемся к этому вопросу лет через сто пятьсот. Как видите, Помпео был очень убедителен при разговоре с шумерскими политиками. Как видите, даже чересчур. Всего через день отказались от Крыма. Постоянный представитель президента Украины в Крыму, который постоянно находится за пределами Крыма. Представитель в изгнании. Можно еще создать, например, Министерство по Крымскому мосту. Или Министерство по пока не предвидению возвращения Крыма на Украину. И, дорогие украинцы, все эти и прочие шарашкины конторы, функциклируют на ваши налоги. Хорошо устроился Кореневич. «Нам еще работать и работать. Тяжело работать», – говорит. Прям очень тяжело. Сидит себе и ничего не делает, зарплату получает. В общем, на этом все. Если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграм, в Инстаграм, в Одноклассниках, где есть информация о готовящейся выпусках. Ссылки в описании. Ну и, конечно, ставьте лайки, дорогие мои. Берегите себя.